Структура лекала, часть первая. Контура лекала. Лекала в системе это набор контуров. Обязательно на лекале есть три контура. Первое, главный контур, определяющий форму лекала. Это может быть готовый вид, без припусков на обработку, или рабочий срез. Второе, долевая линия. Это линия нити основы, определяющая положение лекала на экране и в раскладке. Третье, точка надписи лекала, где прописаны его признаки. Имя лекала, материал, размер и т.д. От главного контура лекала можно построить зависимый контур шва с помощью функции построения шва. Есть два типа главных контуров и два варианта работы. Можно от главного контура готового вида наружу построить шов. Получаем производный зависимый контур среза. Для окончательного оформления среза на нем можно выполнять различные модификации. Например, построить подгиб низа. Можно наоборот, от среза внутрь отложить шов, получая производный контур готового вида. Подробно, порядок создания швов описан отдельно. При изменении формы главного контура, производный контур шва меняется, автоматически перестраиваясь. Помимо трех обязательных контуров и производного контура шва, дополнительно на лекала можно нанести различные контура. Внутренний, визирный контур и другие. Например, с помощью команд закладки линии можно создавать внутренний контур. Это модельные рабочие линии, невидимые в раскладке. Команда получения нового контура позволяет произвольно создавать на лекале контура различных типов. Внутренний контур. Визир. Это видимые в раскладке линии и метки. Есть также специальная контура для автоматического раскроя. Контур прокол и линия реза. И линия направления наращивания болванки. В данном случае создаем контур визир. На режущем плотуре контура могут быть не только прорисованы, но и вырезаны. С помощью макрокоманд можно наносить на лекала вспомогательные или наметочные контура разных типов. Например, создаем накол с заданным отступом от конца нагрудной выточки в указанном направлении. Тип этого контура визир. В ходе работы типы контуров можно изменять, меняя при этом и свойства контура. Например, чтобы линия внутреннего контура стала видна в раскладке, можно заменить ее тип с внутреннего на визир. Видимость и чувствительность контуров. Элементы лекал могут совпадать на экране. Разные контура могут накладываться или совпасть в одной точке. Поэтому при выполнении команд можно отключать контура, которые не должны измениться в данном случае. Например, при выборе смещаемой точки будут перемещаться оба совпавших контура внутренний и визирный. При отключении видимости визирного контура смещен будет только внутренний контур. И наоборот. Повторный выбор кнопки отключенного контура включает его видимость. В блоке видимости и чувствительности контуров находятся кнопки всех типов контуров. Помимо главного контура и шва это внутренний контур, надпись, долевая, визир и так далее. Выключение флажка под кнопкой отключает чувствительность контура этого типа. Контур на экране будет виден, но не восприимчив к действиям. Цветовые настройки контуров. Контура разных типов отличаются между собой не только свойствами, но и внешне. Внутренний контур голубого цвета, визирный сервы и так далее. Конструктор может установить свои цветовые настройки каждого типа контуров вместо установленных по умолчанию. Если программа конструктор была запущена с запросом фамилии пользователя, каждый конструктор сможет установить свои персональные цветовые настройки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...